Доберман Доберманы часто используются как сторожевые собаки, благодаря своей бдительности и лояльности к хозяевам. Однако при недостаточной социализации они могут стать чересчур подозрительными и агрессивными к незнакомцам. И это достаточно опасно, так как сила сжатия его челюстей – 142 килограмма. Кавказская овчарка Эти крупные собаки обладают сильным охранным инстинктом и могут быть весьма территориальными. Для безопасного содержания такого пса требуется тщательное обучение по слушанию. А сила сжатия челюстей кавказца – около 150 килограмм. Такой укус может привести к серьезным травмам, включая переломы. Бультерьер Бультерьеры – энергичные собаки с мощной мускулатурой и крепкими челюстями. Их упрямство требует настойчивого воспитания, так как без должного контроля они могут стать агрессивными. Сила сжатия челюстей бультерьера – около 100 килограмм. Питбуль Питбули имеют противоречивую репутацию из-за высокой силы укуса и историй нападения на людей. Однако при правильном подходе они вполне могут быть дружелюбными питомцами. Сила сжатия челюстей пита – около 106 килограмм. Акита Акиты известны своим независимым нравом и силой характера. Они часто демонстрируют защитное поведение по отношению к своей семье, но также могут проявлять агрессию к другим животным или незнакомцам при недостаточной социализации. Сила сжатия челюстей акиты – около 100 килограмм. Такой укус тоже может вызвать серьезные повреждения тканей. Вот такие они – самые опасные породы собак. Однако помните, что воспитание играет ключевую роль в формировании и поведении любой собаки независимо от ее породы. Владельцы должны уделять внимание ранней социализации своих питомцев, обучению основным командам, послушанию и обеспечению достаточной физической активности. Ведь даже потенциально опасная порода может стать идеальным компаньоном при правильном подходе к ее содержанию.